Привет, меня зовут Илья, а это выпуск нашей постоянной, но почему-то крайне нерегулярной рубрики Алиэкспресс головного мозга, в которой я распаковываю посылки из Поднебесной и удивляюсь тому, что же нам наши китайские друзья присылают с Алиэкспресса. По традиции, я ни черта не помню, что в них находится, поэтому содержимое этих посылок сегодня для меня окажется небольшим сюрпризом. Плюс мы решили сделать выпуск немножко интереснее, но об этом во второй половине видео. Давайте дербанить, поехали. Сегодня посылок у нас будет чуть меньше обычного, в среднем мы распаковываем по 7-10 штук, сегодня у нас их всего лишь 5. Начнем с самых простеньких, а затем... Почта России, черт возьми, беспощадно, а затем перейдем к тем, что побольше. Здесь у нас чехол для смартфона, ну так и написано, phone case. Знаете, что интересно? Я не уверен, для какого смартфона этот чехол, потому что я в свое время даже заказывал еще на HTC U11, и это вполне может оказаться... Который я давным-давно уже продал. И это он. Спустя 3 месяца, или 4 даже, он наконец-то пришел. И если бы у меня был U11, я бы этот чехол точно носил. Во-первых, это шикарный насыщенный синий цвет, он даже такой немножко фиолетовый отдает плотный пластик, и он матовый, софт-тачевый. Есть у кого-нибудь U11? Приходите, забирайте, отдам вот только в путь. Во второй посылке тоже чехол. Может быть, хоть в этот раз мне повезет. И придет чехол для айфона, который сейчас... Мой основной телефон. Это ж... Это же стилус! Это же, блин, стилус! Нифига себе, начало хорошее. Начало положено прям как нужно. Да елки-палки. Вы издево... Китайцы! Я продал U11! Повторюсь, если у кого-то есть HTC U11, вот эта пипка тоже будет ваша, и эти два чехла. В последних двух выпусках у нас было крайне мало пауэрбанков. Серьезно. И я вижу запрос от аудитории, ребята, заказывайте больше пауэрбанков. Сказано, сделано. И вот здесь, судя по всему, я не знаю, в каком он состоянии, потому что такое ощущение, что какой-то работник Почты России, весомый работник, присел несколько раз на эту коробку, и возможно, что там пауэрбанк уже не совсем живой, не в том состоянии, в котором мне бы хотелось его видеть. Чё-то сложно. Давайте разбираться. Гифт-карта, наверное, центов на 50. Хорошо, спасибо, китайцы. Вообще-то к пауэрбанкам положено класть провода. Что ж с вами не так-то? Он маленький, он глянцевый и достаточно симпатичный. Такой, мне кажется, больше подойдет девочкам, потому что настоящий мужской пауэрбанк, это такой, который весит 3 килограмма, от которого можно прикурить машину и который нужно возить с собой на тележке. А это... Слушайте, ну он по размеру, ну вот, смотрите. Чуть меньше 10-го айфона. Так-то у него вообще-то USB Type-C и USB-A. Прям такой современный, но 5000 мАч, 19 Вт-часов, это как-то не очень серьезно. Полтора раза, я думаю, он смартфон зарядит, но он легкий и тонкий. Берем нижнюю. Здесь санглассы. Вы знаете, я сегодня ехал в студию, и мне в лицо светило зимнее московское солнышко, и я очень переживал по поводу того, что у меня нет в машине солнечных очков. А это, если я все правильно помню, должны быть не просто солнцезащитные очки, но солнцезащитные очки Xiaomi, чтобы вы понимали. А че это они... Коробка прям, знаете, неплохая. Чуть-чуть помятая, но опять же, Почта России. Все на китайском. Роидми называется. А они че-то не очень-то и солнцезащитные парни. Хорошо. Ну, то есть мало чего хорошего, потому что мне нужны солнцезащитные. Давайте смотреть. Здесь, я так полагаю, дополнительный носупор. В количестве двух штук. Хорошо. Душки. Причем какие-то прям рифленые. А вот и сами очки. Вообще, оправа очень похожа на Ray-Ban Wayfarer чем-то. Давайте прикреплять дужки. Тут еще что-то лежит. А это че такое? Вот это комплектуха. Вот это ничего себе. Это, я так полагаю, чехольчик. Тряпочка! Что ж вы творите-то? Давайте присобачивать дужки. Есть такие стиляжные с какой-то синей вставкой. Здесь все хитро. Здесь не нужны никакие болтики. Просто вставляешь. Фиксируешь. Оп. В прошлом выпуске Алиэкспресса какой-то товар я назвал непоганым, что очень понравилось нашим украинским зрителям. Слушай, да я ж красавчик вообще в этих очках. Вся их фишка в том, что линзы с фильтром синего, то есть все, что ты видишь, становится чуть-чуть более теплым, таким чуть-чуть желтоватым. И в таких очках можно просидеть достаточно долгое количество времени перед компьютером, перед телевизором и не устать. Нравится мне синий цвет. Все. Остаток выпуска проведу в этих очках, потому что я в них прям красавчик. И самое главное, мы решили рискнуть и заказать еще раз с Алиэкспресса смартфон. Мы уже заказывали iPhone 5C, который до сих пор работает, оказался вполне себе вариантом, который можно покупать. Он стоит дешево, работает, и это оказался настоящий iPhone. В этот раз мы заказали, я не помню, какой китайский смартфон. Запаковано в пупырчатый полиэтилен, который, такое ощущение, кто-то уже до меня полопал весь. Ну-у-у. Blueboo S1. Китайский бренд, я о таком слышал, но как-то еще до сих пор не сталкивался. Может быть, это что-то интересное. Богато. Ну богато, ну вы смотрите. Здесь у нас восьмиядерный Mediatek, 4 гигабайта оперативки. Ничего себе, 64 встроенный. Седьмой Android. Дисплей Sharp на 5,5 дюймов Full HD. Gorilla Glass 4. 3,5 тысячи миллиампер часов батарейка. 4G FTD LTE смартфон made in China. Но в этом-то никто не сомнев... Такой прям глянцевый. Кнопка такая же, как на восьмом айфоне. То есть она как бы не кнопка, но вроде бы там что-то вибрирует. А зачем здесь вторая камера? Ну вот она по-любому же работает как-нибудь очень плохонько. Зум вроде работает, но непонятно, цифровой это или оптический зум. О-о-о-о, какие эффекты. Я помню, когда у меня был Samsung Galaxy Ace. Я ставил туда всякие лончеры в 2000 каком-то там 11-12 году. И там тоже были вот эти вот крутые переходы. Мне так нравилось. Оболочка очень похожа на iOS тем, что у нее нет отдельного меню под приложение. То есть то же самое есть в MIUI, в оболочке Meizu и куче других. Сейчас многие уже так делают. И заметьте, из-за того, что дисплей занимает вот всю фронтальную панель, рамки, конечно, толстоваты. Ну, толстоваты. Это не Sharp Aquas, это не Xiaomi Mi Mix 1 или 2. У него реально очень клевый внешний вид. Слушайте, серьезно, я не ожидал. Надо посмотреть что-нибудь еще из блюбу. Сейчас народ начнет, аааа, реклама. Нет, мы заказываем это все, что вы видите во всех выпусках за свои деньги. Сами выбираем, сами заказываем и сами потрошим эти коробочки. А давайте вы поставите лайк. И мы этот смартфон... Мне не хочется, я хочу его себе оставить, но мы его разыграем. Как вам такая идея? Сканер отпечатка пальца работает, и причем он даже вибрирует не так паршиво, как другие китайские смартфоны. За 11 тысяч рублей мы делали предзаказ несколько месяцев назад, и вот он наконец-то пришел. И сейчас, я уверен, он стоит дешевле. Ну, раз такое дело, и смартфон нам прислали в том состоянии, в котором он и должен был быть, мы с Letyshops решили заказать с Алиэкспресса айфоны. Настоящие, не китайские подделки, а именно айфоны. Айфон 5s, Валя до сих пор говорит, что 5s-ка это нормальный вариант, вот приедет, посмотрим. Шестерку и айфон 6s. До сих пор, как мне кажется, трубка вполне актуальная. Я, когда что-то покупаю на Али, всегда пользуюсь кэшбэком Letyshops, потому что, ну, круто, ты платишь деньги за какой-то товар, а потом часть этих денег возвращается тебе, ты их выводишь на карту, и можешь еще что-нибудь купить. А еще у меня в браузере есть расширение Letyshops, штука более-менее удобная, ну, как минимум тем, что можно сразу активировать кэшбэк и посмотреть рейтинг продавца. И самая главная фишка, которая мне нравится больше всего, это динамику изменения цен. Это важно, потому что некоторые цены то занижают, то завышают, и непонятно, насколько добросовестный продавец. Но сначала я в своем аккаунте активирую LetyCode, который даст мне, и не только мне, но и вам двойной кэшбэк, то есть до 6% на Алиэкспрессе, а так как мы сейчас будем покупать смартфоны, это будет вполне ощутимый возврат денег. Вы, кстати, тоже можете пользоваться этим промокодом до 21 февраля, но учтите, что работает он в течение двух дней после его активации. То есть активировали и начали шопиться напропалую два дня, потом он сгорает. Все-таки немножко не по себе покупать такую дорогую технику на Алиэкспрессе, и непонятно, что придет. Вот меня беспокоит именно то, как со смартфоном будут обращаться во время транспортировки. Фиг его знает. Вот этот продавец вроде недорого, но 86% рейтинг. Цена какая-то странноватая. Эээ, фига. Мне прислали не телефон, а китайское овно. Я открыл спор, где на видео подробно показал, что экран плохой. Деньги не вернули. Классно. Спасибо. Такой смартфон мы покупать не будем. Вот здесь вроде бы норм 4.8. Берем модельку A153316 гигабайт черного цвета. 9089 рублей за черный iPhone 5s на 16 гигов. Кэшбэк активирован. Хорошо. 5s мы нашли. Можем класть его спокойно в корзину. Смотрим у этого же продавца шестерку. Тоже на 16 гигов. У нас нет задачи потратить все деньги, которые у нас есть. Поэтому возьмем что попроще. По цене. Очевидно, лот появился совсем недавно, но колебания цены 35 рублей, я думаю, в первую очередь связаны с курсом рубля к доллару. Здесь тоже абсолютно ровная динамика изменения цены. Вот они, все три наших айфона лежат в корзине. Смотрим в расширение для браузера. Здесь, смотрите, повышенный кэшбэк. 3% на телефоны. Сейчас купим, зайдем в личный кабинет в Letyshops и посмотрим, сколько же нам денег с этого заказа вернется. А вот и мой кэшбэк в личном кабинете Letyshops. Смотрите, с покупки трех айфонов я получу больше 1000 рублей. Мне кажется, бонус крайне приятный. А что еще более приятно, это то, что вы прямо сейчас можете принять участие в розыгрыше этих самых трех айфонов, которые я только что заказал на Алиэкспрессе. Условия максимально простые. Вы регистрируетесь в сервисе Letyshops и активируете свой аккаунт по почте. Но вы наверняка это уже давным-давно сделали. Скачиваете расширение для браузера, оно вам нужно для участия в розыгрыше. И вообще для более обдуманных покупок в интернете. Ставите лайк этому видео, потому что мы все с вами классные. Почему бы не поставить лайк этому видео и оставлять один комментарий там внизу. И заполняйте простую форму по ссылке. Четыре очень простых пункта, выполнение которых у вас не займет больше 10 минут. Поэтому всем удачи. В следующем выпуске Алиэкспресса головного мозга мы с вами распаковываем то, что нам придет из Китая. И затем устраиваем прямую трансляцию с выбором победителя. Но обо всем об этом чуть позже и подробнее в следующем выпуске. Удачи вам! Пока-пока!